Меня зовут... начну так. Вам спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы самые стойкие после обедов, кофе-брейков, нашли в себе силы остаться на финальную часть конференции. Поэтому я постараюсь кратко и полезно. Меня зовут Тарасюк Надежда. Я 8 лет работаю в IT, преимущественно занимаюсь бизнес-анализом. Участвую как в заказных, так и в продуктовых разработках. Являюсь активным участником белорусского сообщества аналитиков AnalystBuy и на данный момент работаю ведущим специалистом, руководителем отделов компании R-StayLab Минск. Мой сегодняшний доклад будет связан с вопросом качества требований, а именно их полноты. Этот спрятанный жираф иллюстрирует тот факт, что в процессе сбора, анализа требований, все равно часто остается вероятность, что какие-то требования будут не учтены, явно не озвучены, забыты и поэтому попадают в скоп проекта позже, чем следовало. В своем докладе я расскажу набор каких-то техников, инструментов и своего личного опыта, которые помогут выявить эти скрытые требования на начальном этапе. В первую очередь пропущенные требования идут от пропущенных заинтересованных сторон. От заинтересованной стороной или стейкодером я понимаю группу разработки, команду поддержки, спонсора, заказчика, подрядчиков, доменного эксперта, то есть любые лица, группы лиц организации, которые могут как-то повлиять на проект. В первую очередь вам нужно убедиться, что вы нашли именно все заинтересованные стороны. После этого вам нужно убедиться, узнать, какие у них интересы, как они могут повлиять на ваш проект, какие у них цели. Чтобы систематизировать эту информацию, вы можете составить матрицу интерес-влияние или RACI матрицу. RACI – это акроним Responsible Accountable Consulted Informant. Responsible – это тот, кто ответственный за выполнение какой-то активности или задачи. Accountable – это тот, кто валидирует решение, ставит подпись, грубо говоря. Consulted – это тот, с кем необходимо советоваться до выполнения какой-то активности. И Informant – это тот, кого надо информировать. Таким классическим примером заинтересованной стороны, которую часто выпускают из виду, но тем не менее она очень важна, это государство в виде каких-то регулирующих актов, норм и законов. Особенно это важно для сферы, связанной с деньгами. Это какие-то налоговые системы могут быть или для бухгалтерские системы и для систем, связанных с здоровьем и жизнью людей. Это здравоохранение и фармацевтика. Рейси-матрицу кратко затронули. Вторая матрица – это интерес в проекте и влияние в проекте. Представляет собой четыре квадрата, где можно отложить, насколько стейкхолдер заинтересован в проекте и как он может на него повлиять, сильно и слабо. Исходя из этого, можно планировать взаимодействие с этим заинтересованным лицом. Если он сильно заинтересован и может серьезно повлиять на проект, то с ним нужно плотно взаимодействовать. Если он очень сильно заинтересован, но влиять он особо не может, то нам достаточно его держать просто в курсе дел. Если напротив, он очень сильно может повлиять, но слабо заинтересован, нам нужно сохранять его довольным. И если он никак не влияет и никак не заинтересован, нам нужно просто отслеживать эту информацию на случай, если она изменится в будущем. Заинтересованные стороны мы нашли, теперь нам нужно спланировать, как мы у них собираем требования. Для этого нам нужно учитывать доступность наших заинтересованных сторон и осознавать психологические и культурные особенности. Классическим примером могут быть восточные культуры, где сильна власть и авторитет руководства, и подчиненный может не решиться сказать что-то важное в плане требований, только потому что это может быть неоднозначно воспринято или не одобрено его руководителем. И это не миф, я с этим неоднократно сталкиваюсь, культурное влияние в принципе сильно. Правильно выбирайте техники для сбора требований сего арсенала. Это и анкетирование, и интервью, и прототипирование, и семинары, и мозговой штурм. Потому что неверно подобранный инструментарий усложнит вам работу и повысит вероятность, что вы что-то не учтете. Например, интервьюирование – самая распространенная техника, и в принципе, наверное, самая полезная по количеству и полезности информации, которую вы можете с нее собрать. Но она подразумевает некоторую субъективность в принципе и подразумевает высокую квалификацию человека, который берет интервью. Техники прототипирования и моделирования подходят для заказчиков-физуалов. Мне такие встречались довольно часто. Еще такая техника довольно редкая, но меня она однажды выручила. Это job shadowing. Не знаю русскоязычный термин, наверное, рабочая тень. Когда аналитик, как тень, стоит и наблюдает за работой человека, деятельность которого он собирается автоматизировать. И таким образом, просто наблюдая за какими-то активностями, можно узнать нюансы, которые устно просто не будут озвучены. Если вы собираете требования в устных беседах, к ним нужно хорошо подготовиться. Их нужно спланировать, пригласить нужных людей. Если вы планируете собирать какую-то информацию, на встрече должны быть люди, которые могут дать вам эту информацию. Если вы хотите что-то согласовывать, у вас на встрече должны быть люди, которые авторизованы принимать решения и так далее. Сами встречи нужно модерировать и результаты обязательно протоколировать и ознакомливать участников с ними. Потому что, если встреча пройдет неконструктивно, вам будет сложнее убедить в необходимости последующей встречи. Нужно задавать открытые вопросы и «а что если?» вопрос. Они являются способами исследования менее вероятных сценариев поведения системы, но которые необходимы к реализации. Есть такой психологический эффект принятия желаемого за действительного. Когда среднестатистический человек верит почему-то, что при прочих равных вероятность положительных событий выше, чем вероятность отрицательных событий. Приведу пример. Вы разрабатываете систему для студентов и школ. И у вас там есть процедура перевода студента из одной школы в другую, которую должны одобрить два директора. Из которой школу он уходит и вы, к которой он приходит. То есть, грубо говоря, кнопка «апруф» есть только в учетной записи с ролью директора, которая может быть только одна для данной конкретной школы. И можно задать вопрос, а что случится, если один из директоров длительной командировки? Если у него проблемы в семье, он не может сейчас работать. Если он сам попал в больницу и просто физически у него сломана рука, он не может нажать на эту кнопку «апруф». Что система должна делать в таком случае? Либо откатывать процесс назад, либо временно полномочия передаются заучу. Следующий совет – это следите за новыми терминами в данном конкретном контексте. То есть, если на ваш вопрос вы получаете ответ, в котором упоминается какая-то сущность, которая раньше не упоминалась в данном конкретном проекте, например, отчеты, это должно быть для вас поводом к новому списку вопросов и, возможно, приведет к реализации дополнительных каких-то функций. Возможно, придется добавить отчетности модуль в систему. Сравнительно дорогой, но полезный способ – это трассировки. В данном случае я имею в виду трассирование требований между собой. То есть, требований от заинтересованной стороны к их реализации. Их установление помогает ответить на вопрос, а все ли требования заинтересованных сторон были учтены, а ничего ли мы не забыли. Для некоторых требований, но не для всех, бывает, понятно, полезно изменить их вид. То есть, представить требования в разных видах. Например, алгоритм какой-то в виде текстового описания или в виде графической нотации. Или представить требования в разных репрезентациях одного вида. Например, одну и ту же функцию представить в виде различных диаграмм. Поясню, сказанное на примере. Здесь у меня такой очень условный, утрированный процесс покупки книги в электронном магазине. Есть из кейс-диаграмма. У нас есть покупатель, который должен выбрать книгу, добавить ее в корзину и заплатить. Есть диаграмма статусов для конкретного заказа. Это, например, создан, подтвержден, доставлен и отменен. И есть какая-то статика, то есть сущности, атрибуты и взаимоотношения между ними. Аналитик в таком случае может задать себе следующие вопросы. А все ли нужные сущности у него есть. То есть в данном случае у нас есть, например, заказ, у него есть атрибут статус. А все ли вот эти вот состояния, которые у нас в диаграмме статусов, являются пре- или постусловиями в юскейс-диаграмме. То есть для того, чтобы заказ был доставлен, его нужно найти книгу и добавить ее в корзину и оплатить. И в конце концов, есть ли у пользователя функциональная возможность вообще это все совершить. То есть, например, у нас есть статус «отменен», если у него в личном кабинете в корзине кнопка «cancel», чтобы отменить его собственный заказ. То есть, если у вас не наработана репутация с данным конкретным заинтересованным лицом, вы можете немножко подпортить свою репутацию как аналитика, регулярно выдавая ошибочные неполные модели. Но вообще способ хороший, и я думаю, что почти каждый аналитик в зале осознанно или неосознанно его применяет. В требованиях, сформулированных с помощью условий и логических операторов, нужно обязательно проверять все ветки и границы. То есть, например, если работник проработал в компании менее X лет, то он должен заплатить взнос в профессиональный союз Y в доллар в США. А вы должны спросить, знаете ли вы, знает ли система, что нужно делать, а что, если более X лет проработал, а что, если ровный X лет, и вообще, как считается это X лет, начиная с чего. Или, например, заявку, которую оператор создал, обязательно должна быть утверждена менеджером. А что будет, если менеджер ее не утвердит, и вообще, есть ли у менеджера возможность ее утвердить или не утвердить. Я вообще очень люблю контрольные списки различные, и всем их советую. Это такой список, который поможет именно вам или вашим коллегам при следующих проектах не упустить что-то важное. Например, туда можно включить пользователей права доступа и роли. Почти каждой системой будет пользоваться более одного человека. Значит, в какой-то мере функции работы с учетными записями, с логином, созданием учетной записи, с настройкой прав доступа будут доступны подавляющему большинству систем. Но часто вот эти функции считаются вторичными по отношению к основным функциональным возможностям системы, и добавляются гораздо позже или вообще забываются. Здесь, на самом деле, может быть скрыто очень много логики, которую лучше узнать пораньше. Бревиатура CRUDLE. Create, read, update, delete list. Аналитик должен помнить, что каждая сущность должна как-то попадать в систему. Должен быть либо графический интерфейс для ее создания, она должна, возможно, мигрироваться из другой системы. Она может как-то рассчитываться и так далее. Но любая сущность должна как-то попадаться. Все данные должны как-то использоваться системой. Они должны либо отображаться на UI для пользователя, либо участвовать в расчетах какой-то величины, либо попадать в отчеты, либо мигрировать в еще какую-то систему. Но должны как-то использоваться. Если у вас есть неиспользуемые данные, это повод перепроверить ваши требования, документы. Почти всегда сущности должно быть можно удалить. Исключение составляют системы, опять-таки, связанные с деньгами, где все данные об операциях, транзакциях должны храниться для целей аудита. И, опять-таки, системы, связанные с жизнью и здоровьем людей, это фармацевтика и медицина. Невункциональные требования. Аналитики все про них знают, и уже давно они попадают в скоп системы, но часто попадают в скоп по принципу Ctrl-C, Ctrl-V из прошлого проекта. Тем не менее, такие требования, как производительность, безопасность, какие-то платформы, устройства, они могут накладывать какие-то архитектурные ограничения. И про это лучше узнать на самом начале проекта. Архивирование и восстановление данных. Отчеты, шаблоны, печатные формы, опции для печати. Также в список требований, которые часто могут попадать позже в скоп, чем следовало, попадает обработка ошибок, работа на различных устройствах, адаптивная верстка, в последнее время особенно актуальна, и конкурентное обновление данных. Когда одну и ту же сущность или какие-то данные могут редактироваться из разных мест, и нужно как-то определиться, должна ли система это разрешать, и если должна, как обрабатываются такие конфликтные ситуации. Корректная работа с учетом часового пояса, журналирование действий пользователей каких-то системных операций, взаимодействие с другими системами или интеграцией, и миграцией данных. Вместо заключения я бы хотела предостеречь, что абсолютно не значит, что каждый аналитик на всех своих проектах должен все вышеперечисленные советы применять. Я рекомендую подходить ко всему с позиции здравого смысла и не делать более того, что нужно конкретно в данном случае. Я знаю, что у аббревиатуры КИС есть менее политкорректная расшифровка, но я решила использовать это. И спрятанный в начале презентации жираф нашелся. Спасибо за ваше внимание и вопросы. Есть вопросы? Мы успеем задать один-два. Вопросов нет? А в чем, собственно, методика вот этого соломенного жирафа? Вы, наверное, просто немножко отвлеклись в самом начале. Вот он тут был спрятанный. Потом он где-то тут был в виде соломенного чучела. А вообще, откуда взялся жираф? На самом деле, очень простой вопрос. Это исторически сложилось. Когда-то давно я писала статью на портале аналитическом по схожей тематике. И когда я искала какую-то иллюстрацию к статье, набрала в гугле hide and seek, как спрятанные требования. У меня там была картинка с жирафом. И как-то вот ассоциации пошли. Не, а можно пример просто? Пример чего? Такого соломенного чучела. Пример чучела? Ну, это заведомо неполная модель. Например, если у меня нет каких-то полностью готовых требований, я могу сделать какое-то предположение, сам составить какую-то диаграмму или прототип и отдать ее на растерзание заинтересованному лицу или заказчику. И он скажет, а вот здесь не так, а вот это нам не нужно, а вот это мы используем по-другому. То есть сложнее говорить с нуля, когда не знаешь, что именно неизвестно другому человеку. А когда есть какое-то готовое, что-то, над чем можно работать, вот это убрать, вот это добавить, вот это поменять, оно работает, хорошо работает в некоторых случаях. Но опять-таки, если аналитик будет регулярно выдавать такие неполные модели, то будет сложно строить такие партнерские отношения потом с заказчиком. Что заказчик разбирается в бизнесе, и аналитик разбирается в IT и в смежных каких-то областях. То есть осторожно. То есть оно не полное, оно... Ну, вы делаете как... Оно корректное, но не полное. Ну, оно может быть ошибочным. Оно может быть ошибочным. Вы делаете какие-то предположения, и вы даете заказчику модель. Давайте еще один вопрос. А все, когда не работает? Раз, раз, раз. Не работает? Да, не работает. Все, у вас батарейки. Ну, тогда вопрос просто. Вот этот список чек-листов, он какой-то расширенный, или это просто результат опыта? Это результат... Это то, что написано кровью аналитиков. Например... А можно на следующий слайд? Да, конечно. А, если не вопрос? Да, конечно. Нет, нельзя. Нельзя? Ну, ладно, тогда в коридоре. Давайте в коридоре.